Всем привет и добро пожаловать на второй урок по частичкам. Сегодня мы с вами будем делать вот такую вот прикольную штуку. Здесь мы с вами замоделим нашу ДНК в двух видах, что несложно, но самое интересное начнется, когда мы перейдем к шейдингу. Мы научимся переходить от одного материала к другому. Это сейчас вы видите на своих экранах. Как не использовать геометрические ноды, трансформировать один объект в другой объект. А потом перейдем к настройке частиц и настроим вот такую прикольную анимацию. И все это дело с вами построим и зарендерим. Также я вас попрошу, когда будете повторять этот урок, не делайте один в один, как у меня. Давайте поддерживать какую-то уникальность, чтобы у каждого в портфолио были уникальные работы. Поэтому я вам предложу сделать немного другую ДНК. У меня в трансформации происходит в такую простую. Сделайте что-то посложнее, иначе настроите систему частиц. Вы уже должны знать после первого урока, как это сделать. Настройте другие цвета. Все это можно без проблем реализовать. Элементарно, если я включу HD-рай карту, это уже выглядит вот так. Если я возьму фон, то я могу перейти в шейдер-эдитер и, грубо говоря, перекрасить во что-то вот такое. И мы с вами уже получаем буквально другую сцену. Мы можем выбрать наши партиклы и перекрасить также их во что-то иное. Мы можем дать какую-то задумку нашему творению и так далее и тому подобное. Поэтому не стесняйтесь креативить и давайте начинать. Всем приятного просмотра. Погнали! Напоминаю, что все, что я нажимаю, вы можете видеть вот здесь. Теперь выделяем все, удаляем и нам нужно создать с вами нашу ДНК. Поэтому создаем цилиндр. Предлагаю сделать ее из цилиндра. И поворачиваем по оси Х, допустим, на 90 градусов. Вот здесь у нас, когда я поворачиваю, отображается угол поворота. Увеличиваем по оси У, уменьшаем, еще тащим по оси У как-нибудь вот так. И я думаю, окей. Наверное, с этой цепочкой мы закончили, хотя можно еще немного вот так растянуть. И теперь я предлагаю ее сдублировать и повернуть по оси З на 90 градусов. Вот так, чтобы создать наши грани. Также по оси Х мы ее уберем, скажем, до точка 33. И сдвинем как-нибудь вот сюда. Чтобы она у нас с краюшки терялась. Окей. Это дело сделано. И теперь нам нужно это сдублировать. И притащить на минус 1 и 5. Окей. А это сдублировать на 1.5. Вот таким образом. Теперь вот эту часть мы немного подожмем по оси У. Как-то вот так вот. Давайте следующим образом. Shift D 1.5. Нам просто нужно отмерить. Мы вот эту херь сдублируем. Простите. И вот так вот сожмем. Сожмем. И теперь удаляем вот эту часть и возвращаем на место по центру. Delete. И я предлагаю сделать Object Set Origin to Geometry. У нас как раз в центре. Мы идем вид сверху и отправляем вот сюда. Что было по центру. Хорошо. Теперь у нас будет примерно ровная ДНК. И давайте. Я вижу, что у нас вот здесь немного выезжает часть. Значит, мы ее удаляем. И еще раз Shift D 1.5. У нас это улетает в край по каким-то причинам. Давайте разбираться по каким. У нас тут глобальные координаты. Shift D. Ось Y 1.5. Shift D. Ось Y 1.5. Окей. Теперь все стало как надо. Теперь мы создаем с вами Ювисферу. Уменьшаем ее до таких пор, чтобы у нас были вот эти связочные штуки. И также дублируем ее Shift D Y 1.5. И вот это Shift D Y-1.5. Все. Мы сделали наш с вами каркас. И теперь мы его выделяем. Выделяем последний активный объект. Ctrl J. И называем ее это DNA1. Окей. Теперь нужно ее доделать. Мы с вами применяем сюда модификатор. Mirror. Отражение. И отражаем по оси X и по оси Y. Сейчас у нас отражается следующим образом. Но если мы, я думаю, можем выделить и нажать Alt Transform. Нет, не про канала. Мы переходим к режиму редактирования. Нажимаем G. И по оси X раздвигаем вот таким образом. Сейчас очень толстая она получается. Поэтому я ее как-то вот так вот, наверное, сожму. Да. Такая меня устроит. И по оси Y. А, все. В принципе, нам больше не нужно. Все. Миррор мы. Работать с миррором мы закончили. Теперь можем добавить сюда Array. Array нам нужно смещать по оси Y. Вот сюда. И добавим 3. Может, 4. Давайте для начала 4 звена. И добавляем сюда модификатор Simple Deform. Он у нас сразу немного ломается. Это потому, что у нас неправильно... По неправильной оси это все работает. Мы можем прокликать. Особо результата нам это не принесет. О, прикольно. Stretch что-то дает. Странное. Он у нас может не гнуть по простой причине. Мы сейчас пойдем в режим редактирования. И у нас здесь не хватает грани для того, чтобы что-то гнуть. Я нажму Ctrl R. И вот так вот подразделю здесь. На глаз примерно здесь. Просто, чтобы сетка была плотная. И здесь. А также в нашей основной части. До примерно такой же плотности. Окей. Пробуем включить наш Simple Deform. Добавляем его сюда. И сейчас у нас не работает это. Потому, что у нас неправильная ось. Мы можем поменять на ось Y. И уже видим то, что мы получили примерно то, что нам нужно. Я предлагаю закрутить все это дело на 360 градусов. Возможно, побольше. 420. 450. 450 меня в принципе устраивает. Окей. И мы закончили создавать нашу основную часть. И теперь будем создавать следующую часть. Для перехода. Которую мы видели в начале на референсе. На самом деле я ее еще не сделал. Я сейчас сделаю в первый раз. Но я примерно представляю, чего мы должны добиться. Теперь мы отключаем наши модификаторы. Вот эти. И нам нужно сделать часть. Для перехода. Вы можете сделать абсолютно любую другую. Я вам советую это сделать. Я же сейчас сделаю очень простую ДНК. Скажем так. Более биологичную. Но для интереса вы можете поэкспериментировать и сделать более сложную ДНК. В каком-нибудь другом стиле. Я же просто создам UV-сферу. И уменьшу у нее сегментов до 16. Чтобы иметь меньше. Если тут до 8. Окей. Так. Сегментов 16. Колец 8. Чтобы у нас было меньше полигонов. Поскольку сфер у нас будет больше. Я применю в Shade Smooth. В принципе окей. Терпимо оставляем. Никаких subdivision сервисов нам тут не нужно. Выделяем нашу сферу. Уменьшаем ее. И отодвигаем примерно сюда. Она у нас должна быть больше чем вот эта сфера. Поэтому я по ней буду ориентироваться. Вот таким образом. Окей. Я нажму Alt Z. И найду начало. Примерно вот так. Я нажму единичку. Чтобы спозиционироваться. И теперь. Мы добавляем сюда модификатор Array. И по оси Y. Мы будем смещать. На 0.5 метра. И выстраиваем нашу вот такую штучку. Сколько у нас будет сегментов? Сегментов будет 22. 23 нам тут достаточно. Окей. Теперь мы с вами применяем. Нет. Пока не применяем. Дублируем это дело. И вращаем его по оси Z на 90 градусов. Зажатым Ctrl. Шаг будет 5 градусов. Уменьшаем пока что количество сегментов. И уменьшаем нашу саму вот эту штучку. Отодвигаем ее по оси Y вот сюда. И она должна у нас перекрыть вот эту линию ДНК. Я еще чуть-чуть увеличу. Вот как-то так. И от этого мы с вами будем скакать. Увеличиваем вот таким образом. Окей. Можем вот так немного сдвинуть вот сюда. И теперь нам нужно ее сдублировать сюда. Shift D. Убираем Y на это место. Shift D. Y на это место. Мы даже можем удалить, наверное. И сделать красиво. Shift D. Y 1.5. Shift D. Y 1.5. И у нас все встает на свои места. А теперь мы берем вот эту часть. И точно так же Shift D. X дублируем ее вот сюда, чтобы она у нас перекрыла основную часть. У нас это произошло. И теперь нам нужно применить все модификаторы, которые мы использовали. Конкретно Array. И соединить это все в один объект. Ctrl J. Готово. Теперь точно так же. Мы можем назвать ее для начала DNA2, чтобы не запутаться. И здесь мы включаем наш Array для начала. И здесь теперь тоже добавляем Array. Смотрим, чтобы у нас все сочеталось. 0, 1. Видим сразу, что здесь у нас уже идет нестыковочка. Мы можем по оси Y вот это дело сместить до вот какого-то такого уровня. Добавляем еще Array. Все перекрывает пока что красиво. И еще Array. Да, до конца у нас все это дело перекрывается. Но в конце маленькие вот эти штучки вылазят. Поэтому я добавлю тут 1. Допустим. Смотрим, чтобы все перекрывалось. Отлично. Теперь мы можем добавить сюда Simple Deform. Я включу Simple Deform теперь здесь. Проверю показатель. Было 450 градусов. И добавляю Simple Deform также здесь. У нас все ломается. Мы переключаем на ось Y. Начинает работать. Сразу пишем 450. И видим у нас нестыковочку. Сейчас нам это дело нужно с вами будет починить. Мы кидаем на 0. И начинаем плавненько вращать. Я сразу нажму Ctrl A All Transform, чтобы отправить в начало. Потому что у нас была сбита ось координат от центра. Значит и вращение у нас другое. И вращает до 450 снова. Та-дам. Теперь у нас все перекрыто. Но видим то, что немного где-то что-то вылезает. Особенно под конец. Поэтому можем градусом больше, градусом меньше подредактировать. 449 нет. 451 лучше. 452. 453. 455. Вот как-то так. Окей. Смотрим, чтобы ничего не вылезало. Все. Мы добились того, что нам нужно. Соединили две модельки. Одинаково сделали. По их расположению. И теперь у нас вот эта моделька ДНК будет трансформироваться в такую. Но я думаю, мы еще ее не закончили. Давайте сохранимся. На всякий случай. И добавим модификатор Displacement. Я хочу сделать ее чуть более мерзкое, биологическое. Поэтому я накидываю сюда Displacement. У нас сразу все ломается. Но это не страшно. Мы нажимаем New. Новая текстура. И здесь давайте выберем. Воронай попробуем. Окей. Уже что-то. Сразу переходим в настройки Displacement и уменьшаем его. Уменьшаем его с зажатым шифтом, чтобы сохранять маленький шаг. Я нажму Shade Smooth. Окей. Идем снова в текстуру. И здесь не поиграемся. Я подергаю Size. И буду смотреть, как у нас это дело меняется. Ну, как-то вот так, наверное, оставим. И здесь еще немного его приберем. Точка 0.5 сделаем. И видим то, что у нас немножко они повыскакивали. Мы можем подвигать Mid-Level в минус. И все обратно скрылось. Хорошо. Теперь было, стало. Меня такой результат устраивает больше. И теперь мы можем с вами начинать уже делать переход. Переходим в Shader Editor. Сразу включаем Scene Light, Scene World. И давайте настроим мир. Сделаем его полностью черным, чтобы мы ничего не видели. И добавим пару поинтов, пустышек. Усилим их, скажем так, до 200. Окей. И поднимем первую вот сюда. Сдублируем вторую вот сюда. И третью вот сюда. Я возьму вторую. Она где-то здесь у нас. Отправлю ее вниз. И возьму вот эту. Подвину ее куда-нибудь сюда. Окей. Пока что будем работать с этим. Выделяем нашу часть и создаем новый материал. Назовем его DNA1. Окей. Это будет наш основной материал, который будет трансформироваться. Выключаем эту часть и создаем здесь материал. Называем его DNA2. То, что у нас вначале, сразу его можем как-то настроить. Я кинусь на шить смуз. Главное не забыть. И также мы с вами применим все, что здесь есть. Чтобы у нас нормально распространялись координаты, если что. Так. И теперь. Украсим его в какой-нибудь оранжевенький, возможно. Добавляем клеер-кота по максимуму. Чтобы он имел такой более мерзкий вид. Рафнесса побольше. И по-хорошему покрасить бы, конечно, вот эти штучки в какой-нибудь другой. Мы можем создать еще материал. Назвать его DNA3. Дать ему пока что просто грубо синий. Перейти вот сюда. И здесь, если я буду наводить на кружок и нажимать L, он будет выбирать конкретный кружок. Мы вот так вот приближимся по всем кружкам. Наводим. И нажимаем L на клавиатуре. L, 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 L. Вы всегда можете нажать Ctrl Z, если вдруг промахнулись. И выделение отменится. Готово. Теперь назначаем материал сюда. Assign. Можем выйти из режима редактирования. Перейти в режим снова сюда. И мы уже видим, что здесь какой-то другой цвет. И делаем его более темным, допустим. Окей. Пусть у нас будет так для начала. И также добавим просто сюда какой-нибудь воронай. Воронай. Текстур. И добавим Bump. Подсоединим Color к High. И Normal к Normal. Мы видим, что у нас воронай располагается... Ну, пока на самом деле не очень видим, но я это знаю. Отдельно на каждую сферу. А я хочу, чтобы на все как на единую. Поэтому я выделю наш воронай и нажму Ctrl T. И если у вас этого не произошло, что у меня сейчас случилось, вам нужно зайти в Edit, Preference. И здесь в разделе Add-on набрать нод Wrangler. И включить его. И тогда, если вы нажмете по нужной вам ноде и сочетание клавиш Ctrl T, у вас создадутся ноды текстур координат и маппинг. Подтягиваем сюда Object. И его доставим уже на таком варианте. Scale. Увеличиваем до, скажем, вот такого. Strange поменьше делаем. И я попробую их сдублировать. Copy. И идем сюда. Ctrl V. Normal. Ну вот уже что-то такое. Более-менее разрушающаяся какая-то ДНК у нас появилась. Но я, наверное, хочу это еще соединить с нодой просто Noise. Я добавлю Noise Texture и добавлю ноду MixRGB. Подсоединю Color сюда. Color сюда. И выведу MixRGB в High. Отлично. Смотрим, что у нас получается. Он что-то там думает, прогружает. Получилось. И можем покрутить нашу текстуру и увидеть уже какой-то вот такой вот рисунок. Я усилю Roughness. Окей. И фактор я больше уведу в наши трещины. Чтобы просто там какая-то текстурка добыла. Вот что-то такое. На этом, наверное, пока что остановимся. Отлично. Теперь мы включаем нашу основную ДНК. Выделяем ее. И начинаем уже делать сложное. Первым делом мы давайте зададим просто цвет самой вот этой штуки. Он у нас будет белый. И ClearCode отправим в максимум. Roughness тоже можно чуть-чуть перебрать. И основной материал, или, наверное, увеличим. Да, вот так увеличу. Будет какой-то вот такой. Теперь мы берем нашу ноду Principle BSDF. Относим ее вниз. И добавляем ноду MixShader. Сейчас мы с вами будем неистово миксовать. MixShader сюда отправляем. BSDF отправляем в Shader вход вниз. Окей. Теперь. Сюда же мы подключаем ноду TransparentBSDF. Которая будет давать нам прозрачность. Окей. Теперь нам сразу с вами нужно кое-что настроить. Мы сейчас находимся в Eevee. И рендерить тоже будем в Eevee. Потому что 250 кадров в Cycles я не хочу. Поэтому сразу рендерить. Поэтому сразу настроим под Eevee. Нажмем Ambient Occlusion. Просто вот так дернем направо. Сделаем дистанции побольше. Поставим галочку на Bloom. Это на будущее. И также в Screen Space Reflection поставим галочку. Refraction тоже будет галочка. Теперь в нашем материале мы можем нажать N. И вот здесь в разделе Option нам нужно с вами для начала установить Alpha Blend. В будущем мы это поменяем. Alpha Blend нам вот так вот все с вами испортит. Сломает и будет не очень красиво. В будущем мы поменяем это на Alpha Clip. И все станет ОК. Итак. Теперь мы видим, что у нас либо все прозрачное, либо вот так вот. Нам нужно, чтобы пока было так. Сейчас мы будем с вами настраивать маску, которая будет делать переход от прозрачного состояния к состоянию нашего материала. Наш материал, сейчас напоминаю, выглядит кореново. Потому что мы в Alpha Blend режиме Blend Mode. В Alpha Clip. Потом будет все нормально. Будем просто в нем временно работать, потому что будет быстрее. ОК. И теперь нам с вами нужно настраивать фактор, чтобы через фактор у нас все это дело здесь настраивалось. Мы создадим ноду Color Ramp сразу же. С порога. И создадим с вами Noise Texture. Noise Texture. ОК. И теперь мы с вами нажимаем на Noise Texture, Ctrl T и получаем наши координаты. Я скажу, чтобы он брал координаты из Object и здесь переведу в 4D режим, поскольку у нас шум будет работать вообще во всех плоскостях сейчас. ОК. Вот. Больше шума мы пока что с вами. Хотя нет, мы нажмем Alpha Clip. Я выберу наш... Нажму Ctrl Shift и на шум, чтобы мы пришли в режим просмотра этого шума. И здесь его настрою. Я его сделаю поменьше. Подсоединю сразу фактор к фактору Color Ramp. Настрою контраст. Просто выведу на середину черный. Сюда же на середину белый. И уже вот так буду настраивать наш Scale. Это будет наш переход, поэтому настраивайтесь на свой вкус. Я сделаю как-то вот так. ОК. Вот. Это мы с вами сделали. И теперь нам нужно как-то ограничить наш шум. Чтобы сделать в будущем переход. Мы создадим сейчас ноду Gradient Texture. И с помощью градиента мы с вами будем уже делать переход. Сейчас мы создаем Mix RGB. Чтобы соединить две эти ноды. Одну отправляем сюда. Вторую отправляем вот сюда. ОК. Также цепляем вектор к вектору. И видим, что-то там уже происходит. Вот. Теперь нам нужно объяснить каким-то образом градиенту. Куда смотреть и что вообще делать. Поэтому мы с вами создаем. Перейдем вот сюда. В режим Solid. Создаем пустышку. Empty Plane Axis. И назовем ее Gradient. Чтобы потом не запутаться. ОК. Возвращаемся сюда. И говорим наши текстурные координаты. Чтобы она, беря текстуру, опиралась на объект какой-либо. И здесь мы указываем градиент. Теперь мы можем брать нашу пустышку. И вращать ее. И видим уже, что-то там происходит. Сейчас я предлагаю задать угол появления. Вот как-то так это будет появляться. И проанимировать. У нас поставим 25 кадров в секунду. 250 кадров. Я думаю, будет достаточно. Я сделал не то, что хотел. Возвращаемся на Shader Editor. Получаем еще одно окно. И добавляем здесь timeline. Нажимаем N. И здесь в разделе трансформации устанавливаем ключик на первом кадре. Идем на 200 кадр. И просто перемещаем его вот таким образом, чтобы проявить полностью всю нашу ДНК. Ставим здесь. Теперь мы получаем вот такой вот рисуночек. Проявление нашей ДНК. Отлично. В принципе, меня все устраивает. Теперь можем уйти в середину. И подстроить наш шум. Сам вот этот вот этап перехода. Если я приду вот сюда. К шуму. То я могу подергать scale. И посмотреть, как оно вообще будет. Вот окей. Вот так меня устраивает. Все. Готово. Теперь мы можем нажать на наш Mix Shader. И нашу ноду Color подключить к фактору. Сейчас он немножко подумает. И готово. Теперь наша текстура проявляется. Видим, изначально она прозрачная. Собственно, мы с вами умудрились работать в Alpha Clip без особых багов. В Alpha Blend было бы быстрее. Окей. Alpha Clip. И видим, что изначально теперь нашей текстуры нет. Она отсутствует. И в итоге она проявляется с полетом нашего нуля. Это дело мы с вами сделали. Закончили. Молодцы. Но теперь давайте добавим какой-нибудь эффект еще здесь в начале. Чтобы у нас, когда проявляется, как-то более интересно это происходило. И мы с вами отодвигаем Principle BSDF вот сюда. Дублируем Mix Shader. Подключаем Principle BSDF вниз. А Shader в Shader сюда. И добавляем еще одну ноду. Emission. Цепляем Emission сюда. И настраиваем какой-нибудь там красный для начала на Boom цвет. И в фактор этого шейдера мы с вами подсоединяем то же самое Color Ramp. И уже сейчас мы должны получить более интересный результат. Ждем. Видим. Проявилось. У меня получилось почему-то желтый цвет. Теперь нам нужно заставить его светиться. И просто Strange увеличиваем. Насколько вам будет комфортно. Насколько понравится. Я поставлю на 250 пока что. И сделаю какой-нибудь вот такой голубенький цвет. Окей. И теперь это выглядит дело у нас вот так. Когда идет проигрывание, не успевает просчитываться вся сэмпла. Поэтому выглядит без света. Со светом будет это прикольнее. Окей. Это дело мы с вами сделали. И теперь давайте включим наш DNA1. Итого. Мы с вами видим, что изначально у нас есть вот такая штука. Мы свет настроим лучше. Давайте пойдем в Layout. Поставим Render. Уберем сетку. И начинает проявляться вот таким образом текстура вот такого ДНК. Окей. Это дело мы с вами сделали. Теперь я предлагаю нам с вами создать камеру. Завращать нашу вот эту штуку. И создавать частицы. Я создам камеру. Shift-A. Камера. Нажму 0 на нампад клавиатуре, чтобы перейти в вид от камеры. Нажму N. Перейду во View. И поставлю галочку Camera to View. Чтобы когда я вращаю мышкой, камера следовала за мной. Окей. Выбираем нашу камеру. И давайте поставим начальный кадр. Вот такой, допустим. Ставим ключик здесь и ключик здесь. Идем на финальный кадр. И я пока что верну цвет мира ненадолго, чтобы у нас в начале видеть все нормально. И на 250 кадре мы с вами должны оказаться вот в таком положении. Окей. Ставим ключик здесь и ключик здесь. Смотрим, что нам камера предлагает сейчас. И предлагает она не совсем то, что мы с вами хотели бы видеть. Она слишком приближается и уходит вот сюда выше. Поэтому я перейду, скажем, в середину на 125 кадр. Отдалюсь и приспущу камеру. И поставлю ключик здесь и здесь. Посмотрю, что у нас получается. Мы летим. У нас там что-то проявляется. И встаем вот в наш такой финальный вид. В принципе, окей. Можно лучше. Но камеру мы с вами будем уже учиться настраивать в следующем блоке. Вернее, не в следующем блоке, а в блоке Pro Shading. Там, где мы делаем Game Boy. Окей. В принципе, такое движение камеры меня пока что устраивает. Поэтому я захожу во View. Убираю вот эту галочку Camera to View, чтобы случайно камеру не сбить. И все тут у нас готово. Теперь нам с вами нужно создать частицы. Эти частицы будут летать вокруг всего. Делать все это дело красивым, скажем так. Поэтому мы выбираем нашу вот эту часть. DNA2. Вернем нашу сетку. DNA1. И заходим вот сюда. Particle Properties. Создаем сразу новую систему частиц. Отлично. И увеличим количество, скажем, до 50 тысяч. В будущем увеличим, если нам нужно будет. Окей. Также мы увеличиваем до 250 время жизни этих частиц. И идем дальше. Lifetime у нас 50. В принципе, окей. Life Randomize. Оставим как есть. В Source нам трогать ничего не нужно. Кэш нам пока не нужен. В Velocity тоже. Идем в Physics. Сейчас, если мы с вами начнем... Давайте перейдем в режим Solo нашей вот этой штучки. Симуляция у нас все будет сыпаться вниз. Тут у нас работают наши обычные силы. Такие как гравитация. Такие как... Что там еще? Ветер и прочее. Но мы можем на это воздействовать. Physics Types сейчас стоит Newton. Но если мы с вами поставим Boids, то наша симуляция будет вести себя иначе. Она будет симулироваться на месте и просто вставать такую кучу. Ну, а потом исчезать. Если мы с вами проанимируем, например, нашу вот эту штуку. Поставим ее здесь. Перетащим сюда и поставим здесь. То оно будет у нас все проявляться. И, видите, оставаться таким шлейфом. С этим мы сейчас с вами и будем играть. Отменяем анимацию, какую делали. Она нам сейчас не нужна. Ну, в таком виде. И ставим 0 object. У нас 2 ДНК и должны вращаться они одинаково. Поэтому мы создаем пустышку. Простите за собаку. Создаем пустышку и привязываем нашу вот эту штуку к нашей пустышке. Пустышку мы сразу переименуем на Rotation. И выбираем нашу эту ДНК. И потом нашу пустышку. Нажимаем Ctrl-P, Object. Также сразу выйдем из режима Solo. Идем куда-нибудь вот сюда. Возьмем нашу вторую ДНК. И точно так же с зажатым шрифтом нажимаем на нашу пустышку. Ctrl-P, Object. Проверяем, чтобы у нас все работало вместе. Берем нашу пустышку. Двигаем. Все двигается. Окей. Идем на нулевой кадр. Выделяем нашу пустышку и нашу вот эту часть. Нажимаем слэш. Опа-опа. Нашу пустышку и... Пока что предлагаю отключить эту ДНК. Берем эту ДНК и вот эту пустышку и нажимаем слэш. Переходим сюда. Теперь мы с вами берем эту пустышку и анимируем ее по оси Y. Я нажму I. Перейду на 250 кадр и попробуем 180 градусов. Смотрим, как это будет. Я отключу, чтобы нам не мешалась наша симуляция. Я думаю, можно сделать это дело все поактивнее и поставлю здесь 240. Окей. Также я нажму T и перейду в линейный график, чтобы у нас сразу вот так все вращалось. Отлично. Теперь мы включаем наши частицы. И видим, что происходит что-то такое. Частицы у нас сейчас большие и круглые. Предлагаю нажать Shift-A и создать донор для этих частиц. Как мы с вами уже делали. Создаем куб. Отодвигаем его вбок. Я нажму Tab. Выберу вот эти две вершины и по оси Y сдвину их до нуля. Теперь я нажму A, M, By Distance и удалю две соединенные вершины. Теперь у нас есть раз-два из пяти граней фигура. И мы ее будем использовать донором. Назовем ее Part. И отодвинем куда-нибудь очень далеко. Она нам не нужна. Вон туда откинем. Все. Туда у нас камера не смотрит. Теперь мы выделяем нашу систему частиц. Идем в Render. Здесь выделяем как обычно Object. И здесь указываем Part. И теперь наши партиклы будут уже как эта фигурка. Мы их уменьшаем до 0.1. Добавляем Scale Randomize до 1. И теперь можем включить камеру, приблизиться и посмотреть. Что-то у нас уже там допроисходит. Я предлагаю сделать частиц побольше, скажем, 100 тысяч. Вот уже что-то с вами у нас прорисовывается. Какая-то вот такая вот странность. Я вижу, что они слишком мало живут. Поэтому я у частиц увеличу lifetime до 200. Еще раз смотрим, что получается. Частиц становится больше. Как будто у нас дезинтегрируется наша ДНК. Но у нас просто все следует. Как я уже говорил, будет создаваться шлейф. Нам сейчас это хоть и полезно, но мы можем это модифицировать. Мы можем зайти в Force Field и добавить здесь какое-либо поле. Чтобы там дул или что-то делось. Воронечку закручивалось. Я в данном случае буду использовать Turbulence. Вы уже, я надеюсь, по предыдущему уроку прощелкали все поля и знаете, что она делает. И можете что-нибудь креативненькое сейчас делать. Я добавляю Turbulence. И посмотрю сразу, что будет происходить с ним. Я вижу, добавляются уже какие-то у нас завихрения. Но также вижу, что еще все слабо. Поэтому я выберу нашу Turbulence. Перейду сюда. И сделаю размер побольше. Начинаем вращать. И вот я вижу, что уже что-то такое довырисовывается поинтереснее значительно. Какое-то такое месиво вокруг нашей ДНК. Также давайте попробуем, наверное, сделать наши частицы еще немного побольше. 0.015. Что-то наподобие такого. Вот. И нашу турбулентность я еще попробую немного усилить до 15. Допустим. Все. Этого будет достаточно. Нажимаем слэш, чтобы выйти из нашего режима. Нажимаем вот сюда. Ну, на рендер. Выбираем наш мир. Делаем его черным. Убираем сетку. И смотрим. У нас выключена наша текстура перехода. Давайте еще разочек. Я поставлю на паузу, закэширую, чтобы мы могли нормально это посмотреть. Я прервался. Чтобы на всякий случай показать, как кэшировать, выбираем нашу ДНК с партиклами. Идем в раздел кэш. И просто нажимаем bake. После чего ожидаем. Итак, наша симуляция подходит к концу. И все готово. Теперь можем нормально уже посмотреть, как это все дело выглядит. Вот что-то у нас летит. Что-то у нас там подразделяется. И в принципе уже прикольно. Но сейчас мы с вами настроим цвет. Свет. Подкорректируем цвет. И я думаю, что-нибудь еще сделаем с фоном. А также поработаем с глубиной резкости на камере. Дальше ждем все до конца. Посмотрим наш финальный кадр. Окей. Сейчас он прогрузится. Собственно, вот. Вполне себе прикольно, я считаю. Теперь давайте выберем наш партикл, где он у нас находится. Парт. И создадим для него новый материал. И сейчас будем играться. Перед тем, как, наверное, начать создавать материал, давайте как-то наше дело все это с вами осветим разными цветами, чтобы сразу уже цвет настраивать под освещение. И выбираем наш первый поинт. И зададим ему голубоватый оттенок. Вот такой аквамариновый. Выбираем второй. Задаем ему. Он у нас снизу, да? Теплый оттенок. Вот такой у нас снизу. Сделаем 300. И выбираем поинт этот. И зададим ему уже голубой оттенок. Вот он у нас здесь. Такой больше фиолетовый может. Ну, как-то вот так. Угу. И попробуем ему тоже дать 350. Вот он тоже свою часть откидывает. Но я, наверное, выберу еще поинт один. И дам ему 500, чтобы он побольше нет. Многовато. Окей, 300 меня устраивало. Вот так. Хорошо. Готово. Теперь давайте с вами попробуем все-таки добавить сюда даже drag card. То есть сделать ее очень слабо свечащейся. Добавляем environment texture. Нажимаем open. На всякий случай для тех, кто не знает. Переходим в shading. Здесь выбираем world. Нажимаем shift A. Создаем. Ищем ноду environment texture. Закидываем сюда. Подсоединяем ее к color в бэкграунде. Нажимаем open. И здесь уже выбираем на вашем компьютере. Место, где у вас находятся hd-ray карты. Я выберу набум. Давайте вот такую какую-нибудь беленькую. Вот. И уже что-то освещается. Сразу я передаю вот сюда. И в разделе фильм поставлю галочку на transparent. Перейдем в раздел рендера. Окей. Видим сразу то, что свет у нас светит сильно. Ставим тут точка 1. Strange. Многовато. Точка 0.1. 0.0.1. Окей. Нам это понадобится для фона. Я думаю. Также можем еще раз это перейти и посмотреть сразу. 0.0.1. На самом деле мы теряем в глубине. Но мы сейчас ее вернем. Перейдя в раздел рендера и в color management. Мы можем в лук установить very high contrast. Допустим. Многовато даже. Medium high contrast. Окей. High contrast меня устроит. Наверное. Еще раз посмотрим без него. Окей. Поставим пока что вот так. Также я вижу, что нужно подкорректировать нашу вот эту вот лампу. Сделать ее послабее. И возможно сделать что-то вот подобное. Чуть сильнее ее сделать. Окей. Так. Теперь мы с вами возьмем нашу камеру. Перейдем на строки камеры. И здесь в depth of field поставим галочку. Мы уменьшим наш f-stop до точка 4. Допустим. Вот. Уже получается. Чтобы создать глубину резкости. И меняя focus distance настроим нашу глубину резкости. Собственно она у нас где-то вот здесь сейчас находится. Я еще наверное уменьшу до точка 3. И нам нужно нащупать вот таким образом точку. Да. Я все-таки хочу, чтобы у нас части другие подразумевались сильнее, как начало и конец. Крутим. Крутим. Вот так вот мы сейчас на центре. Теперь давайте идем на последний кадр. Назря я сейчас подкрутил. И настраиваем здесь. Давайте начнем сначала. Изначально у нас focus distance находится в начале где-нибудь. Крутим-вертим. Пока не докрутим. Окей. Как-то так. Вот где-то здесь. Вот сейчас попал. Вижу точно. Ставим здесь галочку. Ключик. Нажимаем I. И идем на 75 кадр. И здесь выкручиваем уже с близости на дальность. Вот как-то наверное... Нет, но нашу вот эту часть сейчас значит сделаем. 75. А здесь мы сделаем еще поближе. 8,5. Чтобы когда у нас полетит вот эта штука, мы были на ней сконцентрированы. Сделаем еще ближе. Во-во-во. И прямо с нее начинаем. Идем за ней. Смотрим, что не так. Значит, тут нам нужно еще поближе поставить. Ведем взгляд за этой штукой. Вот здесь переводим ее уже на центр. Вот так у нас уже в фокусе вся наша часть. Переходим где-то к 180 кадру. Видим у нас в глубине далеко вот эту часть. И теперь мы выстраиваемся вот в это положение. И здесь мы с вами подтаскиваем зону фокусировки к нам на поближе. Вот таким образом. Вот сюда. Окей. Смотрим, как оно нас себя ведет. В принципе, то, что я хотел. Окей. Окей. Теперь выходим из видос камеры и создаем plane. Поворачиваем мы его по оси Y на 90 градусов. Увеличиваем смачно. И отодвигаем по оси X вот так вот тоже смачно. Смачно. Увеличиваем. И я нажму 0, чтобы посмотреть, не выходит ли у нас наша вот эта часть за рамки. Выходит. Выделяем plane. И увеличим его еще сильнее. Вот пока он полностью у нас всю зону видимости не покроет. Еще раз вот так проматываем. Окей. Plane у нас сейчас сероватый, а не черный. Это как раз потому, что мы добавили сюда HDRI карту. Если я нажму 0, он станет черным. Поэтому добавляем точку 0.1. Идем в Shading. Выделяем. Заходим в Object. И создаем на него новый материал. Назовем его BG. И сюда просто по классике, как в большинстве случаев на всей жизни, добавляем noise texture и подтаскиваем. Также добавляем к нему Color Ramp, конечно же. Подсоединяем Color к Factor и Color к Base Color нашей ноды Principle BSDF. Окей. Сразу я нажму вот сюда. Настрою контраст. И буду тянуть за наш Scale. Вот как-то так. Теперь я могу нажать 0. И посмотреть, что может вообще у нас предложить эта часть. Я сделаю ее какой-нибудь, какой-нибудь вот такой темный. А там останется черная. Давайте-ка, наверное, еще как-нибудь его подергаем. Посмотрим, какие у нас есть варианты. Мне нравится либо вот такой голубой, либо вот красноватый. Я, наверное, сделаю красноватый и еще капельку темнее. Вот таким образом. Фон настроен. И теперь давайте посмотрим, насколько у нас светится вся эта часть. Я нажму сюда и подтяну Strange Emission на 500, чтобы он даже на 1500, чтобы он светился посильнее. Я хочу, чтобы он не засвечивал. Окей. Это мы с вами сделали. Идем в Layout. Крутим, вертим, смотрим. Давайте нажмем F12, посмотрим тестовый кадр. Я вижу, что у меня багается фон. Проверим, чтобы он у нас не багался на рендере. Он у нас не багается на рендере. Все окей. И это значит, что мы можем продолжать. Теперь мы с вами выбираем наш Part, Particle. И здесь начинаем крутить его настройки. Давайте попробуем дать ему какой-нибудь цвет. Голубой. Почему бы и нет? Камариновый. Нет. Зеленый. Желтый, как золотая пыль уже получается. Красный. Это такой уже кровянистый какой-то распад. Какое-то заражение получается. Нашей вот этой части. Мы можем выбрать эту часть. И здесь в Shading. Где оно у нас? Вот эту. Поменять цвет на красный. Вот на такой. И у нас уже типа какое-то заражение происходит. Но у нас тут такая червивая штука получается. Поэтому, ну типа беленькая. Я не хочу менять на ней Shading. Поэтому здесь я сделаю голубой, как у нас и был. И попробую покрутить еще настройки на нашем парт. Смотрим. Сейчас у нас красный. Крутим розовый, синий, голубой. Какой-то вот такой. Окей. Окей. И теперь также мы можем попробовать добавить ему Emission. Я сделаю чуть поярче. Перетяну его также в какой-то такой голубоватый цвет. И усилию наш Emission. Получается пока что какая-то жесть некрасивая. Мы убираем наш Emission. Мне нравится как было. И смотрим. Вжух, 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 вжух. Получается вполне себе неплохо. Вполне себе, я считаю. Особенно в конце, когда мы видим все вот это дело. И так, наверное, можно оставлять. Я даже сделаю два варианта. И, наверное, вначале вы видели два варианта. Такой и красненький. Вот. В общем, на этом все. Просто переходим дальше. В раздел рендера ставим сэмплов. Я думаю, 128 достаточно. Денозер нам здесь не нужен, потому что рендерим в Иве. Выбираем, куда рендерим. PNG без альфа канала. И нажимаем Ctrl F12. И секвенция у нас готовится. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь. Пишите в комментариях, что хотели бы видеть дальше. Напоминаю, что впереди у нас еще завершающий урок по симуляциям. Сделаем красоту. Также у нас еще дадите один урок по частицам. Два урока по симуляциям. И завершение по работе над нашим геймбоем. И можно считать, что продвинутый курс будет завершен. Так что не пропускайте. Повторяйте. Делайте вот эти вопросы. Всегда пишите в личку. Всем помогу. Всех спасу. Спасибо за просмотр. Всем пока.